Сегодня наши женщины активно проявляют свой творческий предпринимательский талант во многих отраслях и сферах. При этом среди популярных направлений остаются те, которые связаны с вопросами досуга и отдыха детей. Кстати говоря, эта тема остается интересной и для зарубежных инвестиций. Так, одна из крупнейших американских компаний, работающих в этой сфере, намерена начать бизнес в нашей стране. О своих планах ее руководитель поделился в интервью нашим коллегам. В столицу посетило делегации из США, точнее, руководство крупнейшей в мире компании по строительству тематических парков Landmark Entertainment Group. Какова же цель визита делегации? И возможно ли, что в Узбекистане появятся первые в Центрально-Азиатском регионе тематические парки? Об этом мы побеседуем с генеральным директором компании Энтони Кристофером. Здравствуйте, мистер Кристофер. Здравствуйте. Приятно быть здесь и познакомиться с вами. Первый вопрос. Что привело вас в Узбекистан? Я приехал по приглашению правительства страны, чтобы ознакомиться с развитием туризма в Узбекистане. У нашей компании большой опыт по строительству развлекательных парков по всему миру. Мы крупные паркоператоры. Здесь мы будем изучать рынок, его возможности и создадим развлекательную туриндустрию в Узбекистане. Конечно, у компании долгая история. С 1980 года, если я не ошибаюсь. Да, я был почти младенцем, когда компания была основана. В то время мы стремились использовать технологии, о которых еще никто не знал. Ведь в 80-х годах даже не было факсов. Мы проделали долгий путь. Технологии у нас сейчас невероятные. И все гости компании Landmark Entertainment получают незабываемые впечатления. Значит, вы уже ознакомились с ситуацией в стране. Так скажите, что нужно, чтобы развивать туризм в Узбекистане? Мы называем это туристическим планом. Изучаем, что нам предоставили, советуем, как можно улучшить и сделать доходным туристический бизнес. Наша компания стремится привлечь в Узбекистан гостей из разных стран и показать им, насколько интересно может быть это путешествие. Вы в центре многих событий. У вас богата история, культура. И мы хотим построить наши парки на основе исторического наследия Узбекистана и красоты страны. Я видел много ваших работ. О, вы видели? Например, парк юрского периода. Да. Спайдер-мен. Конечно же, Спайдер-мен. Он великолепен. Касательно Узбекистана, вы сказали, что в тематическом парке будет продемонстрирована история Узбекистана. Как это будет выглядеть? Мы не компания, которая предоставляет образовательные услуги. Но мы можем обучать, развлекая. Историю можно воплотить в жизнь увлекательно и подарить незабываемые впечатления. Вы только посетили Ташкент и Джадзакскую область, не так ли? Да. Где бы вы еще хотели побывать? Что ж, мы хотели бы посетить Самарканд. Шелковый путь был очень важной частью истории, который придал Узбекистану большую известность. Мы заинтересовались этой темой. Но мы не хотим быть только книгой по истории. Мы хотим, чтобы люди посещали парк и были в восторге от культуры страны. Если компании Disney и Universal создают парки на основе фильмов... Кстати, мы работали с обеими. Наша компания уверена, что именно культура может быть отличной темой для парка. Люди будут посещать это место снова и снова. Давайте поговорим о ваших личных амбициях. Вы уже были в двух городах. И сколько же парков вы хотите построить в Узбекистане? Пока мы хотим построить два парка. Это только план. Мы уверены, что тематические парки – это будущее. Представьте, вы окунетесь в историю сами, а не через фильмы. Мы также заинтересованы в реализации городских развлекательных проектов. У вас уже есть проект в центре Ташкента – Дельта-Сити. Мы ознакомились с ним и считаем, что расположение шикарное. Мы тоже можем построить развлекательные точки, которые будут пользоваться успехом. Очень интересно. Я ознакомился с портфолио компании и видел много стран, где вы строили парки. Более 35. Но я не видел там государств из Центральной Азии. Правда ли, что Узбекистан станет первой страной в регионе, где будут построены масштабные тематические парки? Да, мы заинтересованы в новых рынках. Это восхитительная возможность. Я благодарен президенту за такой шанс. Предоставление возможности построить здесь аттракционы мирового класса. Это будет наша первая работа в Центральной Азии. В стране огромный потенциал по развитию туризма. И если в Узбекистане откроются первые тематические парки в регионе, туристы из соседних стран ринутся сюда. Представьте, все приедут в центр. Узбекистан. Идея Волта в Диснейленде была такая. Америка. Прошлое, настоящее и будущее. Мы задумали воплотить эту идею здесь. Сделать это масштабно. В этом парке не будет скучных вещей. Наоборот. Будет что-то восхитительное. Каждая получит незабываемые впечатления и захочет вернуться снова. Мы хотим построить узбекский Диснейленд. Давайте поговорим об инфраструктуре. Я слышал, что ваша компания занимается проектом от начала до конца. От проектирования до строительства. Но откуда вы собираетесь брать материалы? Используете местные или привезете из США? Хороший вопрос. Тематические парки – это генераторы денег. Это как маленькие городки. Конечно же, я рад работать с местными ремесленниками и использовать местные строиматериалы. При этом будет работать не только американская, но и международная команда, эксперты со всего мира. Насколько мне известно, вы вели переговоры с руководством НАПУ. Да, верно. Какие моменты проекта вы обсудили? Чтобы реализовать успешный проект, нужно убедиться, что у вас команда мирового класса. Это значит креативность, продуктивность и проектный менеджмент. Мы должны убедиться, что все будет четко, вовремя и не превысит бюджет. Мистер Кристофер, что получит страна, построив такие парки? Во-первых, это рост экономики. Когда вы строите подобные мини-городки, цена недвижимости поблизости возрастает. К примеру, в Китае один из городов развивался в определенном направлении. Но когда мы построили там тематический парк, город стал всесторонне расти. В Узбекистане этот проект может создать более 20-30 тысяч рабочих мест. И это стабильная работа. Есть теория, даже уже практика. Когда крупные и доверенные компании, вроде вашей, работают в стране, остальные инвесторы тоже тянутся туда. Благодаря репутации крупного инвестора. Что бы вы сказали по этому поводу? Да, это правда. Если я инвестор и слышу, что в другой стране работает компания с превосходной репутацией, то я тоже захочу работать там, предполагая, что их проект будет успешным. Ведь инвесторы настроены на получение прибыли. Узбекистан был закрытой страной. И сейчас открывается мир. Теперь инвесторы, крупные компании, вроде моей, могут приехать сюда и реализовывать выдающиеся проекты. Мы закончили первую часть беседы и переходим ко второй, под названием «Блиц-опрос». У вас пять слов на один ответ. Хорошо. Ваши впечатления об Узбекистане? Красивый, интересный, исторический и лендмарк тут. Опишите туристический потенциал Узбекистана. Амбициозный, уникальный, мировой класс и погруженный в новые технологии. Что вы скажете об Узбекистане своим коллегам, когда вернетесь обратно? Я скажу, что посетил восхитительное место с огромным потенциалом. Ваши личные планы на будущее? Я креативный человек и управляю компанией креативно. Я хочу создавать чудесные вещи и радовать людей. Это моя страсть. Создать что-то удивительное. Ваши ожидания от строительства тематического парка в Узбекистане? Высокие, волнующие и, конечно же, доходные. Ваш девиз в жизни – что движет вами? Всегда стремись к лучшему. Последний вопрос – риск или стабильность? Хороший вопрос. Я всегда верил в риск. Я много раз рисковал своей карьере, но в конце концов, мы не хотим строить неуспешные проекты. Так что нужна стабильность. Мистер Кристофер, спасибо за такую интересную беседу. Приятно было познакомиться с вами. Продолжение следует...